Урок первый. Личные местоимения. Это короткие слова, которые используются вместо имен и изменяются по лицам и числам. Давайте разберемся, что такое лица и что такое числа. Лицо показывает нам, насколько близко к нам человек или предмет в данный момент. Лицо может быть первым, вторым и третьим. Теперь число может быть единственным, если один человек, и множественным. Даже два человека это уже множественное число. Если первое лицо и единственное число это местоимение я, по-английски I. Запомните, I всегда заглавная буква, даже если стоит в середине или в конце предложения. Если рядом с вами еще кто-то, мы используем местоимение мы, по-английски we. Второе лицо обычно это наш собеседник или собеседники. В английском языке нет слова ты. Абсолютно всем они говорят вы, you. Третье лицо это те люди, с которыми вы напрямую в данный момент не общаетесь. Он, he, она, she для предметов и животных it. В школьных правилах дети часто встречаются с такими словами. В третьем лице и единственном числе. Это означает, что речь идет как раз о he, she, it. Ну а если таких людей и предметов много, мы используем местоимение they. Обратите внимание на произношение первого звука the. Чтобы правильно произнести звук the, нужно расположить язык между зубами и попытаться сказать the. Получится the. Еще раз. They. Они. Давайте повторим все местоимения еще раз. я. I. Мы. We. Губы не смыкаем. We. Вы или ты. Перевести как ты мы можем, если перед нами один человек. Но вся грамматика будет как для множественного числа. You. Он. He. Она. She. Для предметов и животных использует it. Они. Они. They. Вместо имен в предложениях мы можем использовать местоимения. I. Я. We. Мы. You. Вы. They. Они. She. Она. He. Он. It. Это. Запомнить местоимения вам помогут наши игры. Запоминайте, играя. persuaded. А. Мы. 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 We. Sean. Мы. 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 créer нервную Fazцию